Мой любимый Палермо. Удивительный город. Город контрастов. Город переплетения многовековой историей, которая оставила свои следы на его облачках. Город, который расположен на юге Италии, столица острова Сицилия. Этот город настолько разносторонний и необычный, что с первого раза его можно и не понять. Как и я его сразу не понял и не открыл для себя, как какую-то жемчужину. Это место, пропитанное древней историей, культурными традициями и великолепной гастрономией. Палермо сочетает красивую архитектуру с захватывающими морскими пейзажами, славится очаровательными площадями и атмосферными улочками, впечатляющими церквями и роскошными дворцами, уличными рынками с веселыми зазывалами и уютными ресторанчиками. Первые сведения о Палермо появились в 1734 году до н.э., когда финикийские моряки в водах Игейского моря обнаружили сицилийские острова. Сраженные красотой местности, они основали здесь портовый город Сус или Зус по-финикийски, что означает «цветок». И они были правы. Город расцветал, как цветок. Со столетиями расцветал и благоухал, но при сменах власти часто засыхал и нуждался в бережном уходе. Палермо еще называют самым часто завоеванным городом в мире. И это чистая правда, ведь на протяжении несколько тысяч лет им владели финикийцы, греки, римляне, арабы, норманы и испанцы. Каждый из этих народов считал Палермо своим и оставил свой след и вклад на его улицу, переводив город и его архитектура в место разных культур, традиций и религий. Палермо находится в южной Италии, на берегу Терренского моря, в северной части острова Сицилия. Город окружен одноименным горным хребтом Палермо и лежит в долине рек Паперетто, Кимония и Оретто. Палермо – один из самых теплых городов в Европе. Столица Сицилии имеет среднездимоотморский климат, немеренно влажный летом и очень теплым зимой. Температура даже в самый холодный период редко опускается ниже десяти. В принципе, как и у нас в Сан-Ремо. Давайте немножко передохнем и поедим знаменитый бутерброд по сицилийски Камьюза или Панину де Милца. Это местный такой деликатес – бутерброд из селезенки. Музыка – это вам не МакДак. Музыка – это не МакДак. Сейчас с вами пойдемте посмотрим на пересечение четырех кварталов, четырех углов. Сейчас мы с вами отправимся на одну из самых центральных площадей Палермо – Патро Канти. Четыре угла. Народное название – Пьяца Вильена. Пьяца Вильена находится на пересечении Корсо Викторию Эммануэли и Виа МакКейда и олицетворяет собой четыре времена года – весна, лето, осень и зима. Мы сейчас с вами находимся на Пьяца Преторио – одна из центральных площадей Палермо. Площадь расположена к востоку от Квадро Канти, буквально здесь до 20 метров. Это красивый барочный ансамбль с фонтаном в замысловатой форме. Кстати, еще Пьяца Претория называют Пьяца Вергония. Сейчас расскажу почему. Фонтан состоит из нескольких разных по размеру и форм бассейнов. Окружает его скульптуру мифологических персонажей. Большинство из данных персонажей изображены обнаженными, поэтому это не осталось незамеченными жителями Палермо. Для местных жителей появление фонтана с его откровенными скульптурами стало шоком. И его также называют теперь фонтаном стыда. Мы решили прокатиться на мотоколяске А.П. Сальфрейдо, который является официальным гидом Палермо. Альфрейдо! Ау! Погнали! Он нам рассказал, как он влюблен в этот город, как он его любит, как его семья здесь живет из поколения в поколение, как его дед здесь растил виноград и многое-многое другое. Поехали! Альфрейдо нам вежливо объясняет, как только мы захотим восстановиться и посмотреть достопримечательности, он обязательно остановится и все нам расскажет. Конечно, как вежливый гид, он спросил меня, «Как тебя зовут? Коми-Тик-Ями!» Я ответил, «Алексей!» Но мне это не помогло, он всю дорогу назовел меня «Алиссандро!» Мы поехали с ним под жужжащий двухтактный мотор А.П. по безграйним улочкам Палермо. Наш харизматичный друг рассказывал нам про каждый уголок его любимого города. Красса полотного бара, на углу, он обратил внимание на одну известную картину в Италии, в Палермо, ну и в принципе в самом мире. Это работа Ринато Готузо. Картина называется «Вудчирия». На ней изображена его муза Марта Морзотт. «Вудчирия» является эталоном популярного лица Палермо. В нем каждый аспект связан с рынком и с ощущениями, которые он предлагает всем тем, кто является покупателем или просто проходит мимо через него, начиная с имени, рынок, который становится зеркалом или, если хотите, метафорой самого города. Термин «Вудчирия» был бы ничем иным, как популярной эволюцией французского термина «бушчерри» или «мясная лавка», затем переведенного на итальянский в «будчирия», нынешняя площадь Карачоло, в сердце рынка. Сначала называлось «пьяцца будчирия» из-за многочисленных мясников, которые здесь собирались, и, наконец, в «вудчирии». Но для жителей Палермо этот термин имеет двойную душу, тесно связанную с первой. Это означает хаос, неразбериху, шумные приходы и уходы в мир. Далее следуем, как утверждает наш друг Альфредо, к самой красивой площади в Палермо – площадь Сан-Доменико. Расположенная на Виарума площадь Сан-Доменико получила свое название от расположенной на ней базилики, самой большой после собора Палермо. Площадь была открыта в 1724 году по повелению австрийского императора Карла VI, из-за чего изначально называлась Площадь Императора. Помимо красивого фасада церкви в стиле барокко, площадь характеризуется памятником к непорочному зачатию, расположенным в центре. Полностью выполнен из мрамора, он был спроектирован Томмазо Мария Наполи и построен Джованни Амико. Он состоит из высокой колоннады в стиле барокко, на которой стоит скульптура непорочного зачатия. На площади расположена церковь Сан-Доменико, являющая одним из самых известных памятников барокко в Палермо. Выделяется на большой площади своим фасадом, украшенным липными статуями и окруженными двумя высокими колокольнями. С 1844 года интерьер церкви Сан-Доменико стал пантеоном сицилийцев с громницами и памятниками, посвященными выдающимся сицилийцам. И тут похоронен герой Италии против мафии Джованни Фальконе, о котором мы расскажем позже и выпустим отдельный фильм про мафию. Я спросил Альфреду, почему многие квартиры, здания и даже иногда кварталы в Палермо разрушены и не восстанавливаются после Второй мировой войны. Он ответил, что одни здания слушают памятниками Второй мировой войне, а вторые очень дорого восстанавливать и перестраивать. Мы подъехали сейчас с вами к символу Сицилии, память героям и борцам против мафии Джованни Фальконе и Пауло Парселлино. Послушаем нашего полермитанского друга, мне нравится, как они говорят по-итальянски. Фальконе и Барселлино – герои нашего времени, которые кинули вызов мафии и были зверски за это убиты. Их смерти, как и многих других, всколыхнули общественность и дали свои плоды. В Палермо их изображение можно встретить везде, на каждом углу, как и по всей Италии. Есть лозунги «Нет мафии». Мы сейчас с вами проезжаем мимо Порто Феличи. Рождение Порто Феличи датируется 6 июля 1582 года, когда испанский вице-король Марк Антонио Колонна, герцог Талья Коццо, решил устроить монументальный вход на улицу Кассара, нынешняя улица Витория и Мануэли, которая годом ранее была расширена к морю, таким образом достигая другой красивой дороги, которая бежала вдоль стен и пляжа, той, которую сенат Палермо назвал «Страда Колонна», нынешняя фору Италии. Сейчас поедем и посмотрим на сады Гарибальди и самый большой фикус в Европе. Вот этот красавец перед нами, рожденный более 500 лет назад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Сад Гарибальди, Джордини Гарибальди, построен по манере английского сада. Обратите внимание на корни фикуса, как будто большой драгун, это его хвост, полдет куда-то в дерево. И рядом у нас, сейчас пойдем посмотрим, самый огромный фикус в Европе. Ему 500 лет, высота 30 метров и в диаметре он уже где-то около 30 метров. Пойдемте посмотрим. Интересно получается, корни, которые дает фикус, образуют потихоньку и постепенно большие стволы. Сейчас мы посмотрим известную арт-работу в Палермо. Это работа молодых художников «Доски и Росте», на которой изображена молодая бенгалка, живущая в Палермо. Если вы присмотритесь внимательно, ее взгляд всегда будет следить за вами. Посмотрите. Сейчас мы едем по русской, но очень значимой пулы. На улочке в Палермо и в целой Италии, к дому, где родился Пауло Барселлино. Его очень уважают и почитают и всей Италии, от мала до велика. Почитают его бесценный вклад в борьбе против мафии. Также тут находится аптека его семьи. Сейчас Альфредо нам показывает старинную фокочарею Сан-Франческо. Это историческое место в центре Палермо. Тут очень гостеприимно и всегда до вступные цены. Словом, классические блюда бедной кухни Палермо. Да-да, так это и рождалось. Ведь в те времена и самый бедный, и очень богатый человек могли позволить себе такую традиционную палермитанскую кухню. Сейчас мы с вами подъезжаем к церкви под названием Ла Маджоне. Церковь расположена напротив одноименной площади и является последним зданием, построенным норманами в Палермо. Церковь основана в 1150 году Матео Дайеллу, канцлером последнего нормандского короля, который хотел назвать ее в честь Святой Троицы и отдал его вместе с прилегающим монастырем к цистерианским монахам. Я обратил внимание на движение машин и как они вводят в Палермо. Назвать это хаотичным движением мало. Здесь надо просто расслабиться и влиться в общий поток, потому что иначе у вас будет стресс, или покорябанная машина, или авария вам обеспечена. Мой вам совет, расслабьтесь и получайте наслаждение. И самое главное, всем улыбайтесь, ведь это Италия, это место, рожденное солнцем. Италия, это место, рожденное солнце, На рынках можно не только понаблюдать за покупателями и узнать о рационе питания палермитанцев, но и поучиться их искусству, очень хитрым, как купить все самое лучшее по самой низкой цене. Рынки Палермо это еще и отличное место, где можно попробовать уличную еду, которая считается одной из самых вкусных в Италии. Местные деликатесы отражают тысячелетнюю историю города, всегда открытого для новых культур и народу. Учитывая, что я сам из Казахстана, в моих генах за километрах я почувствовал запах баранины, и я не ошибся. Я направлялся в еще одному известному блюду на Сицилии – стегиолла. Стегиолла – это типичное блюдо сицилийской кухни, основным ингредиентом которого является ботроха, в частности баранины. Это типичный сицилийский продукт. Это блюдо обычно готовят и подают на улице, как мы попробовали его, также на улице, на рынке. Он состоит из ботрохов ягненка, а также козленка или телятина, промытых в воде или соли, приправленных петрушкой с луком или без него, нанизанных на вертел или свернутый вокруг зеленого лука и приготовленных непосредственно на гриле. Это блюдо едят горячим, приправив солью и соком лимона. Вообще в Италии не принято ни кетчупов, ни майонезов. Самое главное – попробовать настоящий вкус продукта. Подобные блюда также присутствуют в греческой кухне, например, кукурецы. «Субтитры создавал DimaTorz. Субтитры создавал DimaTorzok Очень странно, что, в отличие от Рима, Флоренции и Венеции, Палермо не входит в число самых популярных итальянских городов. Хотя по атмосферности, количеству и разнообразию достопримечательностей, памятников истории и культуры, столица Сицилии ничуть им не уступает. И это факт. Также Палермо известен огромным количеством церквей. Их тут более 250, представляете? Это очень много. Некоторые из них являются шедевром сакральной архитектуры. Еще самой известной достопримечательностью Палермо является Королевский дворец. Дворец Нормана. Это монументальное здание было построено Фридрихом II на фундаменте древнего сарацинского сооружения. В период существования Сицирийского королевства здесь находилась резиденция его правителей. Дворец был существенно расширен и перестроен испанцами, представляя собой синтез средневековой и более поздней архитектуры. Также мы не можем обойти мимо Палатинскую капеллу, шедевр средневековой архитектуры, который представляет собой уникальное слияние нормандского, арабского, византийского и романского стилей. Это придворная церковь сицилийских королей, освященная в XII веке. Несмотря на все изменения, происходившие на протяжении веков, интерьер ее не утратил общей гармонии. Эта небольшая трехнефтная базилика прежде всего известна великолепным внутренним убранством, в котором выделяются средневековые мозаики. Кафедральный собор и главный сакральный памятник Палермы, включенный в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Это великолепная древняя церковь, основанная в XII веке и сохранившая оригинальный нормандский характер. Здание имеет впечатляющий фасад, который представляет собой переплетение элементов готики, мавританской и испанской архитектуры. Одна из колонн собора имеет раннюю рабскую надпись, подтверждая, что церковь построена на фундаменте мавританской мечети. Представляете? Колокольня датируется XII веком, но была перестроена в 1840 году. Королевская ложа, которой сицилийские короли приветствовали народ после коронации, также была построена в XII веке, не изменена через три столетия. Среди многочисленных артефактов собора особенно выделяются грамницы нормандских гогенштауфинов. А вы знали, что самый большой театр в Италии находится в Палермо? Да-да, в Палермо. И его зовут Максимус. Максимус. Максималь. Данный театр – самый большой театр в Италии и занимает третье место по величине в Европе после Парижского опера и Венского оперного театра. Максимум – это максимальное выражение величия в понимании стиля либерти, когда Палермо стал настолько элегантным и завораживающим, что сюда стали приезжать самые влиятельные королевские особы Европы. А в наши дни сюда может попасть каждый, кто посетит Палермо, бывать, например, оперы, балета и символической музыки. Церковь Джезу, Хеза дель Джезу, известная также как Церковь Святой Марии Иисуса, Санта Мария де Джезу или Каза Професса, представляет собой римско-католическую церковь в стиле барокко, одна из самых важных церквей Палермо. Также она является национальным памятником и интересным своими многочисленными и удивительными по своей красоте фресками. В 1549 году иезуиты прибыли в Палермо, а уже в конце 16 века начали строительство церкви, план которой был разработан архитектором Джованни Тристана. Но освящена она была только в 1636 году. Позже, в 1892 году, рыцарь Сарваторе Ди Пьетро, меценат и член теологического колледжа, предложил сделать эту церковь национальным памятником. Во время Второй мировой войны американцы разгромили купол и расписные стены церкви, которые очень сильно пострадали от бомбежки. Эти фрески были заменены в течение двух лет реставрационных работ, после чего церковь была вновь открыта прождественной мессой под представительством Паула Ромео, архиепископа Палермо. Визуально фасад разделен карнизом на две части. В верхней секции есть три портала, над низшими со статуями святого Игнатия, Мадонны с младенцем и Франциско де Ксавьера. Верхняя секция разделена пилястрами и обременена с двух сторон статуями святых. Внутри церковь украшена полихромным мрамором, лепниной и фресками. В частности, мраморный рельеф с их фигурными и орнаментными мотивами на столбах, а также мраморная мозаика, признанная уникальными в мире. И в завершение нашего приятного путешествия я хотел бы вас окунуть в самому приятному белоснежным пескам и пляжем Палермо. Мы с вами на пляже древнего купального комплекса Манделла, обычно называемого Чарльстоном. Манделла – один из самых популярных морских куротов не только в Палермо, но и в Италии. Древняя купальна Манделла, построенная на сваях над морем, была спроектирована изначально архитектором Рудольфом Штуалкером. Первоначальная работа была разработана для города Ост-Энде в Бельгии, но была перенесена в Манделла из-за большей красоты пейзажа. Уникальное здание представляет собой одно из самых красивых архитектурных произведений в стиле модерн в Европе. Вы знаете, романтика этого удивительного города контрастов не заканчивается. Мы снова и снова приедем сюда, за новыми ощущениями и тайнами, которые хранит древний город Палермо. Запись пошла. Бонжорно тутти, сеньоры и сеньоритки, с вами, как всегда, Алексей Азаров. И по волею судьбы, как вы уже догадались, мы находимся в Палермо. Нас позвали на съемки большого шикарного острова, который вы можете посмотреть, перейдя по ссылочке. И мы дальше продолжаем вам показывать красоты Италии и покажем удивительную и романтическую Сицилию. Поехали!